Привет! С вами ФИФУ ТВ, я его ведущая Настя. Я думаю, все заметили, что сегодня было действительно жарко. Если вы думаете, что это из-за обещанного потепления, вы ошибаетесь. Главным генератором тепла были инженеры ДВФУ. Сегодня они показали все свои таланты. А какие? Смотрите в репортаже. Ты любишь жаркие танцы? Ты любишь петь, танцевать или просто развлекать публику? Если ты дня не можешь обойтись без сцены и все свое свободное время проводишь на массовых мероприятиях, лови отличную новость. Сегодня в 16.00 в синем зале корпуса Б проходит гала-концерт «Жги инженер». Приходи, будет интересно. Загорел сердца и спился самой яркой звездой. Он назад оборобился хоть еще молодой. Душа не так забела, но ты бьешь от руки. Значит, делай свое дело, все еще ты иди. Это не забава, это не игра. Ты не имеешь права, и тебе пора. Зажигай, чтоб горело ясно. Зажигай, чтоб мне не погасло. Зажигай, звезды в небе синие. Зажигай, дело на пасти. Зажигай, дело на пасти. Хочешь попробовать себя на телевидении, но не знаешь, как туда попасть? Приходи на презентацию проекта «Арт-квадрат». А что именно там будет, нам расскажет Соня. Здравствуйте, мы с вами находимся на презентации федерального проекта «Арт-квадрат». Именно здесь, в студенческом центре ДЛУФУ, в конференц-зале Департамента молодежной политики, Екатерина Беляева рассказывала нам об объединении и продвижении молодых творцов культуры. Развивайся духовно и будь в курсе событий вместе с ФИФУ-ТВ. Если ты тоже активный, позитивный и любишь летние виды спорта, тогда следующая новость для тебя. 7 мая 1895 года русский изобретатель Попов продемонстрировал сеанс радиосвязи. Вот уже 69 лет мы отмечаем это ежегодно. Выпускники, студенты и преподаватели УРТУ УРТИ города Екатеринбурга ежегодно проводят пакельное шествие от здания комплекта до памятника Попова. В нашем университете пройдут соревнования по бадминтону среди парней в честь Дня Радио. Попадать в заявки можно до 6 мая с 13.30 до 16.30 в Эст-торпусе Глушенко Натальи Анатольевны. Надеемся, это событие войдет в традиции нашего университета, чтобы приходить и не пожалеете. Весь мир театр и люди в нем актеры. Все мы слышали эти строки Шекспира, а ОМС Кампус Менеджмент дал нам возможность воплотить их в реальность. Ты можешь быть оптимистом, пессимистом или реалистом. Все мы разные и по-разному смотрим на вещи. И для того, чтобы каждый желающий смог показать свое видение, был создан фотоконкурс «Вся жизнь театр». Именно сегодня, 30 апреля, будут подведены итоги, которые выявят, у кого же самый необычный взгляд на жизнь. Подробную информацию вы сможете узнать на сайте ОМС Кампус Менеджмент. Победителя ждут достойные призы. Оставайся с нами и смотри на жизнь ярче вместе с Фифу ТВ. А ты любишь танцы? Я очень люблю. Но кто любит танцы больше тебя и меня, смотри в следующем выпуске. Привет! 1 мая в Феско-холе пройдет поражающее по своему уровню событие студенческий конкурс танцевальных коллективов и отдельных исполнителей «Реверанс». В этом году зрителей приятно удивить состав жюри, в котором будут находиться именитые мастера хореографии. Напоминаю, 1 мая в 18.00 в Феско-холл. Билеты можно приобрести в кассах города, а также на кампусе. В корпусе А в аудитории 719 и 725. Духовно развивайся вместе с Фифу ТВ. Все мы любим сладости, а сладости, которые достались абсолютно бесплатно, в 2 раза больше. Сегодня у нашего корреспондента был отличный день. А почему? Смотри в следующем сюжете. Оставайтесь такими же милыми и позитивными. Смотрите Фифу ТВ, подписывайтесь на нас. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!